Гродинцы и гости города проснулись сегодня от приятных запахов. Приобщаться к культуре и кухне других народов начали с самого утра, переходя от одного подворья к другому. У азербайджанцев гости задерживались по несколько часов. Говорят, экзотика. Кто-то даже пытался подпевать и признавался в любви. Азербайджанцы молодцы. Хорошо подготовились, несмотря на непогоду. Они все равно танцуют, все равно поют, все равно развлекают зрителей. И за это им большое спасибо. С Мухилева приехала специально из другого города, чтобы посмотреть на вас. Я доволен всем. Доволен улыбками людей, доволен их отношением, доволен тем, что они относятся к разным национальствам. Все по-хорошему. Всегда белорусы были ширые, друзья такие. Полно гостей на грузинском подворье. Вадим Моруашвили по традиции гостей встречает шашлыком и сацеви. Праздник ведь. А в праздник грузины едят много, вина пьют от души, танцуют без устали. А с ними и белорусы. Да и себя Горец называет не иначе, как белорусским грузинам. Ведь со своей женой белорусской живут на Гродничине уже больше 20 лет. Мы живем здесь, считаем это своей второй родиной, даже может уже и первой родиной. Говорят, родина там, где родился, но там, где ты живешь, женился, имеешь семью, детей, работу, это тоже считается как первая родина. Освоились на улицах Древнего Гродно и другие национальные объединения, которые впервые участвуют в фестивале. Это венесуэльцы, испанцы, иранцы и даже один представитель Нигерии. По словам венесуэльцев, до этого дня они думали, что именно их нация самая гостеприимная в мире. Однако убедились, что радушия у белорусов не меньше. Нам очень приятно участвовать сегодня в этом прекрасном фестивале. Белорусы нас приняли как своих, очень радушно. Те положительные эмоции, которые мы получили, очень дорогого стоят. Всего же Гродно собрал сегодня представителей 33 национальностей. Все они в своих подворьях старались познакомить гостей фестиваля с своими традициями и культурой. Талантливо, колоритно и зрелищно. Лезгинка, заказанские песни, пляски, игры, восточные танцы, боевое искусство. Есть чему удивляться и чем восхищаться. Несмотря на дождь, фестивальные торжества будут продолжаться весь сегодняшний вечер и завтрашний день. Участники утверждают, что концертных номеров и национальных кушаний у них хватит на всех. Юрий Корнилович, Николай Лапин, телекомпания СТВ, Гродно.